Рижские шпрот всегда считались эталоном. Честно, вот прямо скажу, что наши лучше. Минутка великодержавного шуинизма закончилась. Здравствуйте, друзья! Тупой четверг, Василий, канал Заволеедальник. И есть у нас, как вы знаете или не знаете, может вы только что пришли на канал, тогда расскажу. Есть у нас такой формат. Рейтинг продуктов. И там обычно кто-то побеждает. И иногда возникает возможность сравнить этого победителя с каким-то новым претендентом. Опять собирать весь вот этот вот сабантуй. Мы не видим смысла, зачем, буквально, всех остальных. Мы просто берем победителя и стравливаем его с потенциальным чемпионом. И у нас был выпуск про шпротовый, его может сейчас ссылка вылезет. Победил ли вот такие ребята. Они называются вкусные консервы. Шпроты в масле, классические, все дела. Они тогда мне очень понравились и заслуженно заняли первое место. Но все шпроты тогда были русскими. А тут мы взяли вот шпроты из Риги. То есть, во всяком случае, это Латвия, город Савацгрива, Савацгривского района. Ну, короче, можно считать эти шпроты условно-рижскими. Потому что, ну, ладно, слушайте, вся Латвия размером с Москву. Поэтому, ну, это все равно, что, допустим, это не московские шпроты, это шпроты, я знаю, Люберецкие. Один хрен по мне. Минутка Великодержавного шовинизма закончилась. А теперь, собственно, почему именно рижские шпроты у нас выступают против вкусных консервов? Потому что рижские шпроты всегда считались эталоном. Ну, то есть, если масло Вологодское, если шпроты, то рижские. Стоит эта баночка очень по-разному. Мне ее привезли в подарок, но мы сейчас погуглили, Google показал какие-то очень расходящиеся оценки от 230 рублей, там, и за 600 уходило по каким-то данным. Но будем считать, что он стоит 230, то есть 230 против 110. Ну, в два раза дороже. Хочется ожидать, что будет в два раза лучше. Чтобы Великорусский шовинизм окончательно закончился, мы, евреи, вообще склонны к Великорусскому шовинизму, я уйду, и шпроты будут анонимно. То есть, их ложат на две тарелочки, я не буду задать, где какие, и честно, вот прямо скажу, что наши лучше. Давайте. Вот на тарелочках. По внешнему виду. Вот эти шпроты более какие-то золотистые, загорелые. Эти чуть, по-моему, побледнее, но тоже выглядят и те, и другие неплохо. Ну, тут вот прям перец с душистым горошком, лаврушечка вот. Не смущайся, что на Рижских как раз были нарисованы перец с душистым горошком, лаврушечка. Возможно, это они, а это вкусный консерв. Ладно, поехали с первого. Пахнет рыбой, копченой. Оба претендента должны быть хорошими. Это хорошие шпроты, в меру копченые, в меру твердые, достаточно сочные. Вкусные, никаких нареканий к ним нет. Разве я еще одну рыбку. Практически идеально. Он рыбинка к рыбинке, и при этом не сухари. Попробуем конкурента. Тоже, в принципе, все хорошо. Рыбки отдельно, целые. Я понял, что вот эта Рига, лактая точнее. Очень ясно чувствуется опять-таки лавруха и перец. Им, на мой взгляд, ну, лично, на мой взгляд, они хорошие. Ничего не могу сказать. Но, на мой взгляд, слишком много этих специй. При этом они сочнее и нежнее. Если бы я их купил, я бы вообще не обломался. Они отличные. Но все-таки вот эти лучше. Давайте посмотрим. Скорее всего, я угадал, мне кажется. Но давайте убедимся. Ну, да, я угадал. Это вкусные консервы. Это вот латвийские, ребята. Еще раз, это отличные шпроты. Они мягкие, они нежные. Они цельные при этом. Единственное, что для меня слишком много специй. И чуть-чуть не хватает вот именно запаха копчения. Да, эти более копченые. И явно более копченые. Но для меня шпроты все-таки подкопченый продукт. Поэтому они пряные. То есть, если я хочу в пряном посоле, я возьму кильку в пряном посоле. Если я хочу копченого, я все-таки возьму шпрот. Поэтому мой выбор за нашим производителем. К тому же, это в два раза дороже. Вы выбирайте сами. Тут я вам ничего не навязываю. Навязываю только, чтобы вы подписались на соцсети, подписались на канал, поставили лайк. Послушали, что я всех люблю, кроме некоторых. И попрощались со мной. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok